Всем большой привет! Я рада видеть вас на своем канале, и в этом видео у нас снова дизайн ногтей с объемом. Вдохновили на создание этого дизайна такие интерьерные зеркала с необычными рамками. Такие формы завораживают своей органичностью в интерьере, а на ногтях, как по мне, это выглядит смело и очень креативно. Я уже выполнила маникюр и буду наносить базу. Ногти до этого у меня были укреплены гелем, поэтому я сегодня работаю с базой. Наношу первый слой и просушиваю в лампе. Ну а на втором слое я уже выполняю выравнивание. Убираю липкий слой с базы и буду наносить цвет. Цвет я выбрала ангама из коллекции монохром. Это 123 оттенок бежевый с легким серым батоном. Наношу его пока в один слой, вторым слоем я буду покрывать, когда на ногтях уже будет декор. Пока это только фон для плотности цвета. Убираю липкий слой с гель-лака и буду переносить декор из фольги. Использую для декора обычную переводную фольгу. Можно выполнить этот дизайн в технике жидкий металл, где мы наносим базу сразу на ноготь и переносим в фольгу. Но мне удобно это делать в другой технике. Для декора я наношу на обратную матовую сторону фольги немного базы и начинаю рисовать нужную мне форму. Мне сегодня нужен будет овал и рисую я его с небольшим запасом. Потому как рисунок может выйти слегка кривоват, ну и тонкий слой базы может просто раскрошиться. Поэтому лучше рисовать больше и лишнее, если что, можно зарисовать. Рисую именно небольшим количеством базы, тонким слоем, чтобы фольга при переносе на ноготь у нас не торчала и не была жесткой. Можно заменить этот декор на обтирку или зеркальную краску, но такого зеркального эффекта, как от фольги, конечно же не будет. После прорисовки сушим в лампе и потом отсоединяем базу с фольгой и переносим на ноготь. Липкости от базы мне достаточно, чтобы слегка приклеить фольгу к ногтю. Получилось все довольно тонко и ничего сильно не торчит. Перекрываем фольгу топом и будем уже делать рамку для нашего зеркала. Для самой рамки, если вы хотите такой же большой объем, лучше использовать густой материал. Это может быть густой гель, гель-жилет или жидкий полигель. Так как у нас рамка необычной формы, с одной стороны очень много объема, а где-то его почти нет, важно, чтобы рамка не растеклась в лужу, пока мы будем рисовать этот объем. Я подрисовала светлым гель-лаком рамку, чтобы вам было лучше видно, куда именно я буду наносить гель. Основной и самый высокий объем я отметила красным цветом, поэтому в эти места мы будем наносить на один слой больше, в отличие от остального объема рамки. Например, если вы сможете нарисовать объемную рамку и с одного слоя геля, то в этих местах, отмеченных красным, нужно добавить второй слой. Первый слой я рисую густым гелем, а последующие слои я уже наращиваю полигелем. Он более жидкий и им уже быстрее работать. Каждый слой мы сушим в лампе, можно даже иногда подсушивать отдельные участки. Мой объем получился от одного слоя геля и два слоя полигеля. Мой объем получился от одного слоя геля и два слоя геля и два слоя геля и два слоя геля и два слоя геля. После просушки объема я убираю липкий слой и теперь же буду закрашивать гель-лаком. И закрашиваю гель-лаком в два слоя. Объемные элементы под одним слоем все-таки могут просвечиваться, поэтому сначала я закрашиваю рамку и докрашиваю второй слой на остальное покрытие. А вторым слоем я уже прикрываю только рамку. Закрашиваю я тонким слоем, особенно на стыке рамки и покрытия, потому что гель-лак с рамки может стечь вниз и получится некрасивая лужа от гель-лака вокруг зеркала. А нам как раз нужно, чтобы форма была четкой и хорошо просматривалась. Редактор субтитров А.Семкин После просушки гель-лака я наношу матовый топ. Удобнее всего наносить его тоже тонкой кистью и аккуратно обхожу фольгу. В конце я просто подравниваю форму и выпиливаю торцы. Субтитры подогнал «Симон» Такой дизайн у меня сегодня получился. Пишите, как он вам. Я буду ждать ваши комментарии и ваши работы по этому мастер-классу. Для этого публикуйте фото в инстаграм с хештегом «Карина Корн». Мне всегда очень интересно, что же у вас получается. Ну а на сегодня у меня все. До скорого в новых видео. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»